всем доброе утро у нас ветра нет представляете какая лафа как здорово что нет ветра я сегодня утром стою смотрю а у меня не шевелится цветы обалдеть вышла на балкон и так свежо прям даже можно сказать холодно тоже обладать в общем обалдеть выхожу и обалдеваюсь птички поют кукушку кукует когда на пляж поедем хрен его знает такой погодой наверное в октябре месяце все иностранцы вчера приходили жаловались типа вот погода дурацкая игру зато в октябре будет хорошие но они здесь не будут в октябре что вот мы как всегда делаем обход с чарли вот и на работу сейчас пойду не там волос полно я вчера не успела подместить потому что запоздала запозднилась немного дома завтра уберу и чё еще то в общем обычная рабочая рутина которую нужно проживать скажем так я сегодня кстати спала без первый день без одеяла толстого зимнего и вы знаете не замерзла но еще может быть потому что был балкон закрыт поэтому не знаю в общем чарли дело делает будем убирать смотрите я сегодня какая бледная все везде одним цветом даже лицо а я не могу даже лицо я сегодня не накрасилась потому что удаляла волос моего лица под бровками все удалила вот тут ну в общем где женщин удаляют там и я удалил в общем что у нас сегодня в планах мы сейчас идем будете смеяться но мы идем сейчас едем я чарли в алькам я вчера рецепт в инстаграме нашла или не нашла я его давно нашла и сохранила рецепт мармелада пэшного там нужен агар-агар сок апельсинового натуральный апельсины есть в общем сейчас агар-агар нужен агар-агар вы знаете что это такое это аналог но не аналог как желатин только сделан из водорослей в общем если желатин делан из животных там происходить жтение то агар-агар в общем я никогда и не ничего не делала с этим агаром агаром но рецепт довольно таки простенький поэтому хочу попробовать а мармелад я очень люблю на очень-очень я вот люблю мармелад зефир но не люблю желе я знаете люблю такое желеобразное но чтобы она твердым вот это вот как трясущиеся мне это такое не нравится хотя обожаю холодец в общем странная женщина страна странная женщина страны у нас опять ветер поднялся потому что вижу вот там вот все стучит что все бьется вообще лето ах ли это сестра вчера пишет наташа привет что они уже в речке купаются я еще даже море вот вступала пробовала за ледяная как можно вообще как можно я говорю потом до января будем купаться так что все еще впереди ладно вот моя машинка едем валькам мне буквально заехать за агар-агаром и усе кстати машинку надо помыть она в такой пылищ что просто пипец какой-то давай лето ах лето сходил называется агар-агаром целый пакет несу естественно черешню взяла в общем сейчас все вам покажу и нельзя магазин ну захотелось мне это мармелад что хотелось как мармеладу там всякие фруктики конечно не там где надо ну все везде заполнено такое время что сейчас очень много народу сейчас голубцы поставлю разогревать вот какие они у меня вкусняцки и сумочку мою сейчас разгребем ой блин сходила с агаром агаром набрала все но и агар-агар тоже все надо все надо каждый день мне все надо ну откуда деваться куда делать никуда никуда не ходить не так что я много набрала конечно но все таки я же сходил а надо одеяло поставить я так вчера одеяло то и не постирала надо его сейчас поставить значит купила вырезку вот такую я его запеку в духовке очень мне нравится со всякими специями замаринуюсь сейчас и на вечером на ночь сделаю на ночь на завтра ночью делаю на завтра черешня это испания откуда я не знаю есть очень много всякого вида сейчас черешни и вот такая крупные помельче есть вот вот это стоит сейчас 350 по моему килограмм а там еще есть три тридцать полкило но она наверное совсем шикарная хотя знаете фиг угадаешь агар-агар мне нужно 8 грамм ой 7 грамм здесь 8 грамм агар-агар не знаю получится не получится взяла дрожжи сухие супербыстрые на всякий случай знаете иногда хочется что-то как что-то испечь что-то сделать типа беляше или пирожков с картошкой может быть на воскресенье забаться вот парочку сожру остальные отвезу родственникам не знаю его но нету никогда это ну вы поняли да левадуры инжирные персики взяла тоже они прям вкусняцкие обожаю их но это приплеснутые персики такие только вот обожаю я в последний раз купил и про них забыла и они блин у меня испортились штуки 4 наверно представляете так обидно вообще досадно не очень быстро они вроде бы как твердые а потом раз как авокадо кстати я достала авокадо из холодильника чтобы оно поспело оно твердое у меня и и все быстро начинают спеть пахнут обожаю я вот персики обычные не люблю потому что они здесь какие-то невкусные знаете их очень зеленые и они невкусные какие-то не не знаю я не умею их покупать и поэтому приходится вот эти а вот эти вот сто процентов всегда и три яблока вот так я взяла не фульжи в этот раз почему-то мне вот эти понравились красные ничем не пахнут как обычно ой блин что же за дела такие что яблоки не пахнут яблоками так все это мы сейчас сложим сюда жирные персики они еще твердоватый это тут можно уже сейчас сожрать так что вот на обед у меня будет голубички мои голубички и этот вы гаспачо и тут переодеваться пока разогревается чтобы она тут не тухла были в холодильнике ничего не помещается чего там только нет мама не горю мама не горю ветер опять поднялся так и живем ветер ах ветер она пошла переодеваться ну что я могу сказать сделала я этот вот типа как он называется то мармелад с агар-агаром такая как а первых пахнет ничем не пахнет на мармелад даже вообще не похож вот вообще не похож ешь как будто я не знаю знаете что это не знаю какое-то безвкусное желе хотя это сок апельсиновый в общем только израсходовал два апельсина и агар-агар целую упаковку на такую как вымола духовку она у нас не очень стоит в удобном месте потому что открывается вот так и мыть ее туда хрен залезешь вот я тут корячилась и на стуле и под стулом и на столе под столом кое-как прокорячилась кое-как и помыла это вообще надо было видеть но если бы заснять то там только мою попу было бы видно это вообще это в позизю и сверху и снизу и никак никак потому что смотрите тут вот сюда не подлезешь тут вот это то есть откроешь и все тут вот откроешь и как туда либо снизу либо сверху надо лезть в общем в общем вот такие дела а в другое место просто я ума не предложу куда ее повесить никуда 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 теперь не скрыться но мы микроволновка очень редко пользуемся поэтому стою чай ждем же ждем чай заварила себе чай заварила черный с лимоном и чтобы он сильно не заварился кто меня давно смотрит знает что у меня не знаете по аллергии наверное на атеин на кофеин и все дела я сильно крепкие чаи не могу пить хотя очень нравится с недавнего времени где-то года три наверное как я как у меня вот этот как приступы случаются что ли и вот завариваю легкий легкий чай вот так вот покорячилась немного открыть ничего не могу все летает а вот закрытыми окнами жарко вот что хоть что и делал снег кружи и залетает летает в общем сейчас немного чай попью и пойду гулять с чарли брауна он там лежит в своей позе как всегда и ждет вкусную чучу чтобы я ему дала он такой хитрый на завтра буду себе окрошку делать я уже тут все приготовила редиска огурец лук яичко смотрите какой пучок купила укропа за евро семьдесят такой свежий пахнет вообще аромат такой стоит обалдеть можно как вкусно вкусно пахнет вот специально зашла за ним за укропчиком и на завтра себя крошечку сейчас настругаю кстати пока тут режу вспомнил знаете что сегодня же день россии мне просто сегодня поздравляют 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 с днем россии конечно не знаю мне как-то этот праздник ну росли то наверное конечно отмечают везде там ля 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 тополя но мне если честно от этого праздника не горячо не холодно а вас всех поздравляю россиян с праздником всего вам не знаю что там желают в такие праздники жить в мире до чтобы в достатке чтобы россия процветала мне конечно когда по телевизору там что-то покажут там россия и еще что-то то мне гордость все-таки какая-то берет за россию матушку но она такая двухсторонняя скажем с одной стороны все красиво и хорошо а с другой стороны лучше не смотреть поэтому не будем а грустно всех с праздником как вы там отмечаете его вообще как отмечают этот праздник сделают что-то он вообще выходной или как я вот я вот что если честно уже даже и не помню я вот клиентка позавчера была англичанка она в лондоне живет и она такая меня спрашивает а где гор тебе лучше жить здесь или там а я и не могу уже ответить на этот вопрос потому что я я говорю а я не могу ответить те уже 15 лет живу здесь и поэтому это не все равно что мне спросишь а где тебе лучше жить в лондоне или здесь я не могу сказать потому что я не жила в лондоне я не знаю как там жить то же самое и и она такая ну да это как и у меня также я сама из швейцарии поэтому и сейчас очень редко туда езжу и я тоже не знаю как там жить так там живут тогда зачем ты мне этот вопрос задала если сама в такой же ситуации находишься странно да поэтому я не могу сказать как там живут ну как могу сказать как живет у меня же там все-таки родственники одни разу родственники живут очень хорошо другие родственники живут не очень хорошо поэтому я откуда знаю как там хорошо не хорошо понятия не имею и вообще знаете хорошо там где нас нет по мне так кажется у меня вот одна подруга едет и плачет не хочу утра я тут плачет хочу 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 в россию жить поэтому сколько как говорится людей столько и мнений фиг фиг кого разберешь я единственное знаю что жить нужно там где где хорошо хотя есть другой стороны если нет возможности выбраться куда-то то как это все исправить это такая тема тяжелая что лучше ее не будем затрагивать буду резать свою окрошку и усе я сегодня столько километров намотала как вы могли бы заметить меня сегодня муж отвез на пляж он сегодня поздно поехал его отвези меня так наставан с чарли на пляж и мы оттуда причалим пешка пешкарусом там три километра идти да но три километра я еще по пляжу походила погулял но не по самому пляжу а по набережной холодно холодно кто что не говорил ветер с моря дует пипец какой холодный лето нет нету лето такого вот испанского которому я привыкла нету еще лето будем будем надеяться что она уже скоро приедет приедет прилетит где она там задержалась и вот пешкарусом болели а у нас как бы как в горку нужно подниматься и в общем подустала немножко знаете все нас ругала на завтра я завтра одна просто остаюсь дома муж сказал что он куда-то там уезжает я говорю о я тогда себе за окрошку сделаем как раз водичка у меня газированная есть эфир есть или в холодильник поставить все есть для этого в общем на стругала салат оливье это я немного ветчины сюда добавила сейчас все это закрою пленкой и отправлю в холодильник и все на завтра еда есть все друзья я в душ масочки херасочки все такое сейчас правда досмотрю свой этот последний герой тут 20 минут осталось не значу по телеку наверно ничего нету как всегда я на сотню пост подсела стелесериал такой мне при прям нравится наверное его буду смотреть хотя и не знаю посмотрю может кино какое интересное есть ветер у нас не стих но он всегда к ночи стихает поэтому так немножечко колышется видите а пойду машинку загружу с постельным бельем и посмотрю одеяло что там она у меня не улетела может быть уже даже высохла в общем вот такие дела с вами буду прощаться до завтра всего вам самого лучшего завтра у нас уже четверг блин уже четверг всем пока пока и до завтра пока пока пока